Сегодня во всех школах наших городов праздник. Сегодня отмечается День Учителя. О том, с какими результатами его встречает урайское образование, поговорим с начальником управления образованием администрации города Урая Ларисой Зайцевой. Лариса Викторовна, здравствуйте. С праздником. Скажите, пожалуйста, с какими успехами вы встречаете этот день? Результаты работы урайского образования достойны. В прошедшем учебном году мы сохранили уровень и государственной итоговой аттестации, олимпиад, различных конкурсов. Что можно отметить? Можно отметить огромный прорыв в развитии молодежной политики. Такое количество грантов, которые заработал Центр молодежи дополнительного образования, наверное, трудно вспомнить, чтобы были такие результаты. Инновации и образование. Сегодня это два неделимых понятия. Как справляетесь с этой сферой деятельности? Мы преуспели, на мой взгляд, в таких инновациях и сущностях, которые появились совсем недавно. Есть такой замечательный конкурс «Флагманы образования». Там есть несколько треков. Муниципалитет, школа, детский сад. Вот в двух из этих треков «Муниципалитет» и «Школа» мы одни из лучших в округе, а в треке «Школа» даже лучшие в УРФО. Очень хочется пожелать нашей команде 12-й школе, которая вот уже буквально в течение нескольких недель поедет в Чечню на Всероссийский форум, на такой уровень, показывать свои достижения в образовании, которых они добиваются вместе. Это такое вот командное соревнование. Ну, и невозможно не говорить об инновационной работе образовательных учреждений. Все учреждения у нас являются инновационными площадками муниципального, регионального и федерального уровня. То есть урайский педагог – это тот, который не стоит на месте, он развивается. Что бы Вы отметили в работе педагогов Урая? Особенностью, наверное, сегодняшнего праздника будет то, что мы на сцену пригласили новых педагогов, те, которые только со студенческой скамьи вышли к доске или стали воспитателями. Мы очень рады, что ряды урайских педагогов пополняются молодыми педагогами. Ну, а про земского учителя тоже, наверное, слышали. Не только молодые учителя приезжают в рай, но и опытные педагоги, которые прошли специальный отбор. Что бы Вы пожелали своим коллегам? Видите ли, педагог – это такое большое емкое слово. Педагог – это тот, кто ведет за собой, тот, кто оказывается рядом, когда человек развивается с самого раннего детства, практически в течение всей жизни. И очень важно, чтобы этот человек был готов идти сам к новому интересному и был готов вести за собой. Это великий путь. И на этом великом пути, конечно же, педагогам хочется пожелать здоровья, мира, добра, процветания. Тогда все у нас получится. Лариса Викторовна, огромное спасибо. А мы еще раз поздравляем всех учителей с их профессиональным праздником. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!